друзья приветствую всех с вами снова максим наш с вами проект потихоньку подходит концу осталось сделать совсем немножко и то что у нас осталось сделать во первых это домашняя страница до первая страница home page как вы видите друзья я уже ну скажем так сделал большую часть пожалуйста не ругайтесь на меня я думаю что вам не будет особо интересно смотреть как я вбиваю кучу кучу html кода да я хочу сказать вам друзья следующее что я что я сделал я пошел на сайт vt фай зашел в раздел application layout pre-made films да то есть уже подготовлены для вас темы и здесь по сути есть только две бесплатные темы одна называется параллакс другая блок что я сделал я взял параллакс тему вы можете посмотреть как она выглядит она называется параллакс потому что в ней есть такая вот секция с параллакс эффекта видите когда мы скролим вниз и не задняя картинка она как бы смещается немножко с другой скоростью так называемый параллакс эффект вы можете нажать source код и я просто взял тот source код скопировал да видите она представляется в эту две секции есть с параллакс эффектом я взял скопировал этот код вставил его заменил картинку параллакса удалил секцию второго параллакса вот это вот написал там какой-то какой-то текст да написал какой-то текст что бы я хотел сделать сегодня вместе с вами вот здесь там где уже есть заголовок случайные книги я хотел бы вывести несколько несколько случайных книг и использовать для нее какой-нибудь прикольный виджет этот мир этим виджетом будет карусель такой стандартный карусель давайте друзья создадим вместе вот эту секцию так где-то здесь я уже подготовил вот это вот у нас будет секция и вот здесь мы должны описать код карусели этого нам понадобится какой-нибудь массив данных давайте в компьютер в компьютер пропортиз мы с вами создадим комитета партиз под названием букс значит задача какая задача вывести какому число случайных книг туда давайте 55 случайных книг конечно нашем сайте сейчас еще нет случайных книг нет нет пяти книг я имею ввиду но рано или поздно что они ведь будут давайте мы заберем с нашего 100 из геттеров гэтбукс что мы сами давно давно уже сделали и теперь мы посмотрим что если если книг нет на всякий случай напишем что если их нет то мы вернем пустой массив это в том случае когда книги еще не подгрузились из файл с файл бейс из файл столь теперь нам нужно что сделать как после того как у нас все книги есть я хочу этот массив из всех них каким-то образом случайным образом от отсортировать и выбрать пять из них давайте мы создадим массив шофл так шофл ну и тут у нас будет такая на первый на первый взгляд хитрая логика сортировки которая на самом деле не хитрая так и посмотрим значит мы берем 0,5 и минус маф рандом который сгенерирует число от 1 до 0 до 1 к друзья на первый взгляд хитрая логика самом деле будет случайным образом сортировать массив ну и после этого у нас будет давайте создадим какому-то переменную результат ну что мы скажем мы скажем что если массив shuffled у нас если его длина будет меньше пяти нам ничего не остается как взять весь отсортированный наш массив ну а если его длина будет больше пяти то нам нужно взять первых пять элементов используем этот слайс от 0 до 5 возвращать наш зал так друзья наши компьютеры партий берет пять случайных книг и теперь используя этого метода варки будем показывать карусель значит для этого друзья что мы сделаем мы используем ви карусель специальный компонент из види фай у которого давайте скажем что наш карусели будет занимать все все весь размер в маленьком и 4 в среднем и большом размере значит увы карусель есть давайте будем слово говорить карусель есть в карусел а этом на который представляет собой один один элемент внутри карусели для этого мы будем с помощью вифа брать одну книгу из нашей из книг в качестве ки давайте использовать индекс в качестве источника source картинки мы будем брать бог тот и марш рел я надеюсь правильно давайте посмотрим букс до им еще рел называется и мы еще рел ну и будем по клику на картинку отправлять отправлять на детальную страницу картинки детальную страницу книгу по тех кому-нибудь метод go to book book.id ну и давайте давайте сначала посмотрим как это выглядит то есть показывается карусель пока что у нас всего лишь две книги они две показаны автоматически будут меняться можно настраивать параметр этого меня не да насколько часто ну и где мы давайте тут тут вверху будем вводить название книги для этого внутри века русло а этом давайте создадим гиф какой-нибудь класс сейчас кастомный сделаем буктайтл и будем вводить буктайтл ну и вообще весь этот всю эту секцию мы будем грузить только тогда когда наш массив букс не пустой посмотрим вот наш заголовок вот он вверху но конечно же нам нужно его немножко получше покрасивее показывать поэтому давайте напишем кастомный наш класс буктайтл так ну давайте напишем значит позиция позиция абсолют потому что сам века русал дает позиция значит колор давайте колор white белые буквы будет написано фон 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 сайс давайте давайте 2 м какой-нибудь падинга диму 15 пикселей например давайте background колор зададим rgb и 0 0 и половинку чтобы серенький был ну и давайте длину сто процентов посмотрим как выглядит давим наш хедер красиво показывается единственно давайте его по центру центру им для этого значит текст line центр центр ну вот так друзья у нас будет такая секция и теперь единственное по нажатию по нажатию то есть давайте так давайте методы как в этом метод назвали назвали мы его go to book значит значит go to book параметры у него айди и здесь все что нам нужно это наш роутер мы будем пушить объект с неймом бог с параметрами айди айди да посмотрим друзья как выглядит итак мы значит например находимся на гарри поттере 2 нажимаем переходим значит на на книгу давайте 1 нажимаем переходим да ну единственное что курсор давайте курсор pointer для того что понятно было что это ссылка то есть по по наведению на хедер мы давайте сделаем не на поведение наведение на хедер а по всему на весь викорусал айтем так давайте викорусал айтем весь его style напишем point курсор pointer для того что вся вся картинка была ссылкой ну видно было да что это ссылка хорошо друзья такая у нас получилась такая у нас получилась первая страница ну и самая последняя у нас небольшая часть которую нужно сделать это мои книги то есть у нас есть мои данные мои словами с вами недавно сделали нет моих книг но с моими книгами все довольно просто помните у нас был компонент который назывался это букс лист вот мы его то мы используем в нашем нашей секции мои книги для этого давайте зайдем в профайл и вот здесь в разделе букс будем использовать букс лист но понятное дело нам нужно показывать не все книги если я сейчас использую это давайте мы импортируем его import box list from так давайте посмотрим откуда то есть если сейчас я использую этот если сейчас я использую этот компонент то будет показываться все книги а мы хотим чтобы показывались только мои книги те книги которые я скачал поэтому давайте друзья в наш компонент букс лист введем какой нибудь параметр типа only only my что мы такое да only my букс true пойдем в компонент букс лист скажем что может приходить проб давайте only my с типом boolean дефолтным скажем false и в нашем дефолтной логике фильтрации где нибудь давайте сразу где нибудь здесь if здесь only my что нам нужно сделать нам нужно проверить есть ли такая книга есть ли такая книга в списке книг пользователя то есть давайте букс букс dot filter а фильтровать мы будем значит как что нам нужно сделать по сути друзья нам нужно проверить есть ли в списке user data помните у нас есть user data так вот в нем есть букс а букс мы помним друзья что это объект да объект и у каждого у каждого объекта свойство это id книг то есть фактически нужно проверить есть ли такое свойство у если такое свойство у нашего user data поэтому давайте что мы сделаем скажем здесь store get as user data букс и проверим есть ли свойство свойство если и у него как 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 свойство да если есть так давайте мы зайдем откроем он уже видно что скачано пока ничего не показывается значит это допущена ошибка давайте проверим значит у нас так ну тут ругается ругается на go to book давайте сразу исправим значит говорит go to book is not a function давайте сразу пойдем исправим это а ну хотя это скорее всего это друзья скорее всего старая старая ошибка да когда еще этого метода не было перегрузим все в 12 до никаких ошибок нет так теперь мой кабинет моей книги ничего не показывается в 12 никаких ошибок давайте посмотрим что здесь не так и так букс лист давайте попробуем а есть вот так что мы делаем мы проверяем да конечно же нужно проверять не на все би потому что бита вся книга нам нужно проверять на айди книги да то есть если объекта букс есть свойства с айди книги теперь если мы перейдем да мы видим что только одна здесь показывается то есть у нас есть две книги вторая книга не скачанная поэтому она здесь не показывается если мы нажимаем открыть нажмем загрузить да книга будет скачана и теперь в моем кабинете она должна уже показываться так единственное что я хочу хотел бы изменить видите друзья наша секция книг в моей книге она показывается не на всю длину то есть видите данные как бы на всю длину мои слова на всю длину а мои книги и на всю длину почему друзья так потому что наш компонент букс лист он как бы внутри себя тоже содержит контейнер вилл яуда и в флекс который говорит сколько сколько место будет занимать это друзья ну как бы не в этом нашем случае не не работает потому что для секции букс читать она работает но внутри моего кабинета получается происходит лаяут контейнер контейнеры поэтому друзья нам нужно немножко изменить давайте мы вот эту вот секцию читать да вот эти вот букс зайдем в нее наш view букс и мы видим что это всего лишь в диве давайте мы сделаем так как все остальные давайте например отсюда скопируем из профайла чтобы все работали по одному как бы принципу и вот наш букс лист мы оставим вставим в такой рефлекс напрямую то есть чтобы наша секция букс работала так же как все остальные секции с одинаковыми отступами везде а теперь внутри букс лист нам уже не нужны ни контейнер ни лаяут поэтому мы вот этот вот так вот эти вот вефлексы мы заменим на обычный див этот вефлекс мы тоже заменим на обычный див ну и наш лаяут нам тоже придется заменить на див для того чтобы был один один корневой элемент у компонента значит этот контейнер нам уже не нужен контейнер нам не нужен ну и здесь получается нам тоже уже не нужно давайте посмотрим так еще раз перегрузим так видим друзья что там мы неправильно сделали с этот ребют элемент что-то я неправильно немножко удалил давайте внимательно посмотрим а здесь какая-то двойка странная у нас так должны загрузиться книжки посмотрим да книжки загружается видите значит теперь длина немножко изменилась немножко расширилась но теперь в моем кабинете этот компонент можно использовать спокойно потому что он будет так как в нем никаких нет уже да ни контейнеров ничего то есть он всегда будет занимать стопроцентном длину ширину то что как раз нам и нужно и показывает мои книги так друзья ну что похоже это у нас было уже последнее видео посвященное непосредственно программированию нашего проекта в следующем видео я думаю мы уже с вами будем деплоить наш проект на хостинг мы будем использовать также firebase хостинг ну а друзья с этим проектом наверное мы уже будем потихоньку заканчивать если вам нравилось то что мы делали на протяжении вот уже 16 серий пишите комментируйте конечно же мы с вами будем продолжать изучать UGS с вами был Максим всего хорошего пока пока пока